Рождество Господа Иисуса Христа Рождество Господа Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа Рождество Иисуса Христа в сторону Хеврона, южнее Иерусалима, прийти в Вифлеем, южнее. Соответственно, у ряда критиков в Священном Писании возникло предположение, что Северный Вифлеем ближе к истине, то самое место, которое нам нужно. Но как раз в этом случае очень важно учитывать исторический контекст. Свет на обстоятельства переписи открывают древние тексты. Вот, например, я вам прочитаю приказ о переписи. Содержащийся в папирусе номер 904 из Британского музея. Он относится к более позднему периоду, примерно 104 год по Рождеству Христову, но описывает аналогичную ситуацию, то есть переписи проводились регулярно. Он содержит указания, что все должны переписываться на родине. Гай, Виби, Максим, префект Египта, говорит, видя, что пришло время для подобной переписи, мы сочли необходимо заставить всех тех, кто по какой-либо причине пребывает за пределами своей провинции, возвратиться в свои собственные дома, так, чтобы они могли перевести в исполнение обычный закон о переписи. Поэтому, следуя повелениям римских властей, Иосиф Абручник должен был отправиться именно на юг, в Иудею, так как он происходил из потомков царя Давида. Собственно, Иудея – это вот та часть Святой Земли непосредственно. Жил он, кстати говоря, Иосиф, где сейчас предположительно, вот, так сказать, раскопанного дома в Назарете. Назарет – интересное место по своему названию. Сейчас это довольно крупный арабский город, вообще, сам, наверное, крупный арабский город Святой Земли. Чисто арабский город, там большой процент арабского христианского населения, есть мусульманское арабское население. Но в те времена это был крошечный такой маленький городок. Совершенно небольшой, скорее, так сказать, какая-то деревня, в которой порядка 300 человек всего лишь жило. Название его тоже представляет собой некоторую загадку. Дело в том, что слово «Назарет», да, похоже, происходит от еврейского слова «Несар» в бетве. Дело в том, что таким образом называли себя потомки Давида. Скитаясь уже по разным местам Святой Земли и основывая какие-то иногда новые поселения, так сказать, они, вот, видимо, помня о своем происхождении, назвали это место так. То есть, это было поселение именно потомков царя Давида. Незначительность Назарета известна. Вот апостол Нафанайл, узнав, что Иисус из Назарета, говорит из Назарета, может ли быть что-то доброе. Назарет не упоминается в ранних источниках. Не упоминает его Иосиф Лави, не упоминает его Талмуд. Давайте разберем, так сказать, вот, в каком смысле эти источники могли бы упоминать. Иосиф Лави все-таки пишет о каких-то вот местах, более-менее серьезных, связанных с историей. То есть, чем его мог заинтересовать Назарет, совершенно непонятно. Никаких несерьезных событий Иудейской войны там не происходило, да. Ничего такого, что привлекло внимание, то есть, кроме вот рождения Иисуса, но о нем он пишет, так сказать, в другом месте, совершенно в другом контексте. Талмуд – это очень такой специфический источник, поздний и заведомо антихристианский. Распространяться о Назарете, как о месте рождения Мессии, в Талмуде не было, так сказать, никакого смысла. Скорее, так сказать, какие-то связанные с Христом и с христианством места покрыты фигурами умолчания совершенно определенно. Поэтому, то, что этот городочек маленький, находившийся около северной столицы Сепфориса, Сепфори, такого большого города, не упоминается совершенно естественно. Кстати говоря, в Священном Писании, в Евангелии, есть такой интересный момент. В Евангелии от Матфея, в 2 главе, в 23 стихе, говорится «Поселился в городе, называем Назарет, да сбудется реченое через пророков, что он Назарей наречется». Интересно, что в Священном Писании Ветхого Завета нигде не говорится, что Мессия должен быть Назареем, принять обет Назарейства. А вот говорится о том, что ветви Нецар наречется, есть действительно, потому что Господь называется жезлом или ветвью от корня Иесеева, то есть потомства Давида. Очевидно, Назарея наречется, здесь обыгрывается корень Нецар, ветви, в этом названии. Назарет был маленьким городком, как я уже сказал, на окраине Сепфориса или Цепори. Это был большой город, действительно, столица Галилеи, он неплохо раскопан. Там прекрасное здание, город сильно эллинизирован, мозаики, театр и прочее. Хотя жило в нем вполне ортодоксальное иудейское население. Возможно, в самом Назарете Иосиф не имел возможности работать плотником. Вот предполагается, что город, большой столичный город, который находился буквально в пяти километрах рядом, был местом, где эту работу постоянно можно было найти. В Назарете найдены остатки небольшого поселения. Найдены маслодавильные, найдены выбранные в пещерах места для хранилища, зерна и прочее. То есть у каждого здания был какой-то подземный этаж или полуэтаж для технических целей, как бы мы сейчас сказали, или для склада. КОНЕЦ